Здравствуйте, меня зовут Мейра Авраами, и я хочу рассказать свою историю, как я пришла к нотуапате, как я пришла к здоровому образу жизни. На самом деле, со мной произошел такой неприятный случай, можно сказать. Мне было 28 лет, и у меня обнаружили сахарный диабет при беременности. Это была четвертая беременность и второй раз, когда у меня обнаружился сахарный диабет. Врач сказал, тебе нужно брать инсулин, есть рис, сахар, картошку. Я не знала, что мне делать в данный момент. На самом деле, у меня никого в семье нет с сахарным диабетом. Я вернулась домой, как сейчас помню. На столе у меня стояла банка с вареньем, булочка. Я намазала булочку вареньем, сделала себе чай, горько-горько плакала и ела. И все, думала, все для меня, теперь жизнь закончилась, я не знаю, что у меня теперь есть. Вы можете сейчас смеяться, но на самом деле, очень много людей, которых я вижу, своих пациентов, говорят мне именно так. Я не знаю теперь, как мне жить, что у меня есть. Когда у человека убирают глютен или молочные продукты, те вещи, к которым он привык, случается что-то. Как будто бы часть его жизни действительно убирается. И ведь действительно мы привыкли к тому, какое у нас было в детстве воспитание, как нас кормила мама, какая среда нас окружает, что у нас друзья едят на работе. И вдруг у нас убирается часть из нашего рациона. Это не просто какой-то продукт, это часть нас, часть наших чувств, часть наших эмоций, часть нашего отношения с окружающей средой, с окружающими людьми. И поэтому этот переход к здоровому питанию, к функциональному питанию должен происходить поэтапно. Этап, который у меня лично произошел. Мне сейчас очень сложно вспоминать про это, но я весила лишних 30 килограмм. Спина у меня болела. Я не могла ухаживать за детьми. У меня была глубокая депрессия послеродовая. Я чувствовала себя картошкой, которую закопали в землю, и она разлагается. Вот, знаете, картошка пускает клубни, у меня четверо деток маленьких картошек. Я считала все, я лежала на кровати и чувствовала себя разбитой картошкой. Все, не могла ничего сделать. Ну, естественно, мысль о том, что у меня дети, семья, дала мне сила и дала мне возможность начать больше углубляться в эту тему. Но, с одной стороны, интернет заполнен различной информацией. Хватает информации о том, что правильно, что неправильно, что полезно, что не полезно. Но я, как в тот момент, как уже больной человек, хотела узнать и вторую часть медали, вторую часть диеты. Допустим, я брала диету Аткинс. Есть, да, хорошие результаты, но есть очень много противопоказаний. Безуглеводная диета. И так, каждую систему, каждую диету я рассматривала, изучала и пришла к выводу, что я не могу рисковать своим здоровьем и своим состоянием довести себя до еще худшего состояния. Это, может быть, вы скажете, отговорка была. Я могу сказать, это, может быть, была отговорка какая-то, почему я не питаюсь правильно, почему я ем так, как я ела. Да, я пыталась. Я, честно говорю, честно вам откровенно скажу, я пыталась снизить вес, эти свои лишние 30 килограмм. Не так для красоты, как для здоровья. В тот момент мы жили в Иерусалиме, на улице Раши, около Лишката Гиюз. Это, знаете, правая сторона, это Бенене Ума, спортзал, очень хороший спортзал. Я купила туда абонемент на месяц. По левую сторону рынок Махане Иуда. Днем я ходила в спортзал заниматься. Вечером я ходила на рынок Махане Иуда, когда это был конец дня. Там была скидка 20 булочек за 10 шекелей. Вот такой у меня был образ жизни. Я занималась, пыталась что-то сделать, но рынок рядом, всякие вкусности, сладости там тоже рядом. Но случился такой момент. Это было на день рождения моей дочки. Ей было 7 лет, и она пригласила подругу. Подружка-израильтянка, худенькая, стройненькая девочка, веселая. Я ее очень любила, и дочка моя очень любила, самая лучшая подружка. И она посмотрела на этот стол, который я приготовила от всей души, как гостеприимная мама. По всем канонам дня рождения. Не бис-ли-бамба и кола какая-то, а именно еда домашняя, вкусная, сладкая, богатый стол. Она посмотрела на все это, сказала, я это не ем. В тот момент я почувствовала, знаете, как плевок в лицо. Как это так? Я же, как это, общество чистых тарелок, нужно все есть. Пришла в гости, ну хотя бы ради виду, хотя бы попробовала. Но не говори, что я вот это вот не ем, вот таким вот образом. Ну, вот за вот буквально 10 секунд я слоила себя на мысли, что я не должна злиться на эту девочку. Она просто это не ест. Да, просто есть люди, которые вот это все не едят. А я взрослая, тетка, можно сказать, большая, с четырьмя детьми, с букетом болезней. Я все смотрю на это, я все это ем. И меня просто, знаете, все так это перевернуло, вот с ног на голову. Я сказала, она это не ест, я это не ем. Я тоже это не ем. Такой вот энтузиазм. Ну, с одной стороны, да, решение было принято, с другой стороны, страшно. Страшно, я думаю, ну, что нужно сделать? Вот то решение, которое я приняла, я вот, это было единственное правильное решение. Я советую всем своим пациентам, потому что я сама пережила этот момент. Когда мы убираем что-то, допустим, какие-то продукты. Ну, я знала в тот момент, ни для кого не секрет, что вредно. Вот все, что вредно, я решила это не есть. И вместо этого я пошла на тот же рынок, на Махане-Иуда. И я купила полезные, полезные продукты. Я взяла много зелени, овощей, фруктов, тех вещей, которые папайя. То, что я, может быть, раньше проходила мимо и думала, ой, это дорого, ой, это, может быть, можно без этого обойтись, или я возьму что-то одно там. Я взяла разноцветных овощей, фруктов и стала, сделала такой праздник в семье. И стала приучать себя, в первую очередь, и своих детей попробовать что-то новое. Диетологи советуют, что в течение 21 дня у нас возникает привычка. Именно эта привычка поможет вам сейчас начать вести здоровый образ жизни. Не кидайтесь на все сразу. Возьмите что-то одно и подумайте про себя, как про ребенка, как про грудного ребенка, которому исполнилось 6 месяцев. И мама дает ему по ложечке попробовать. Дайте себе попробовать. Ощутите этот вкус. Сделайте это красиво, радостно. Возьмите, допустим, паштида из брокколи. Или овсяная каша со смородиной. Или с корицей, с яблоком. И дайте всем попробовать, всем членам семьи, дайте попробовать по чуть-чуть. И сделать это не так быстро ешь. Это полезно. Что ты ешь, эти конфеты убирай из-за стола. По чуть-чуть, по чуть-чуть давать детям, давать себе, давать мужу. Ни в коем случае не настойчиво. Все должно происходить в очень дружественной атмосфере. Допустим, если вы делаете месибат-шаббат. И дети привыкли, что вы приносите им шоколад, бамба, бисли. Они знают, что будет месибат-шаббат. И будут все вот эти вкусности, к которым мы от них привыкли. Оставьте их, пожалуйста, на столе. Но при этом в два раза больше добавьте овощей и фруктов. И красиво порежьте. И подумайте про всякие вещи, которые можно сделать красиво для своих детей. И тогда это будет воспринято на ура. И тогда вы, ваша семья и ваши дети полюбят здоровый образ жизни. И это войдет у вас в привычку. Если у вас возникли вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. Постараюсь ответить каждому из вас. И до встречи в следующем видео.